Я хочу, чтобы наша многотысячная аудитория знала эту историю. Она не до конца подтверждена всеми источниками, но есть уже подтверждение омбудсмена украинского Дмитрия Лубенца. Российские террористы убили двух украинских подростков в оккупированном Бердянске Запорожской области. Ранее оккупанты обвинили подростков в партизанской деятельности. Двое ребят 2006 года рождения. Тигран Аганисян и Никита Ханганов вступили в бой с оккупантами. Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта полицейского. После перестрелки захватчики заявили о ликвидации ребят, написал омбудсмен. В то же время в Бердянской городской военной администрации сообщили, что пока не подтвердить, не опровергнуть информацию о смерти Тиграна невозможно. Связи с близкими парня нет. Второму парню Никите Ханганову сегодня должно было исполниться 17 лет. Тут даже не скажешь ничего. Тут даже ничего не скажешь. Террористическое государство. Убийцы без признаков человеческого. Могут они бросить ядерное оружие? Могут. Могут взорвать Запорожское АЭС? Могут. Могут детей убивать? Могут. Они это делают. Хочется верить, что, цепляясь за последнюю фразу, которую официальную прочитал, что в Бердянской администрации сообщили, что подтверждения нет. Хочется верить, что ребята живы. Есть видео, да, в интернете. Можете его увидеть. Там, где один из парней говорит, что, скорее всего, это конец. Слава Украине. Мы продолжим наш эфир. Следующая информация, к сожалению, тоже трагического характера. Но о ней я хочу рассказать. Сейчас объясню, почему. Она должна... Ну, для меня это был еще один шок. Когда гибнут люди на войне, это огромный шок. Дети. Это шок. Но когда происходит вот такая история, для меня это шок, умноженный на... Я даже не знаю, на что. По данным следствия, сегодня, 25 июня, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по автодороге Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, неподалеку от ПГТ Новгородка, нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением, допустил съезд авто в Кювет с последующим опрокидыванием. В салоне легковушки находились пятеро пассажиров, все выпускники одной из местных школ. В результате аварии трое 16-летних девушек, все 2006 года рождения, погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров, парень 2005 и девушка 2007 года рождения, получили телесные повреждения. Установлено, что за рулем автомобиля находился пьяный сержант полиции из Кропивницкого. Его задержали, ему светит 10 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортные средства. Пьяный сержант полиции вез пятерых школьников в машине, трое из которых погибли на месте. Ну, для меня это... Мы понимаем, что есть разные люди, и подонки есть, и... Ну, ты, человек, которого поставили защищать закон, ты посадил пьяный в свою машину детей. Ужасно. Вот после таких историй, ну, я не знаю, Дмитрий, тут обсуждать, мне кажется, даже... Да, нечего обсуждать. Очень много вопросов, Дмитрий, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Это история Пригожина и его путча, повстания, мятежа... Да, давайте разберем еще, что мы не говорили. Да, одна из версий, почему Пригожин сдал назад, это то, что он не почувствовал поддержки. Какой поддержки? Кто мог поддержать Пригожина? Кто должен выйти в какие-то командиры частей других родов войск, руководителей российских, и сказать, мы идем с тобой, Евгений, команду? Да, это может быть один из ответов на вопрос, почему он сдал назад. Да, наверняка он ждал, что присоединятся, хотя пишут, что присоединились некоторые военные формирования, государственные, но может он ждал, губернаторы поддержат, может политики какие-то, может еще какие-то влиятельные люди. Ну, тоже, это, наверное, один из факторов. Я не думаю, что это главный фактор. Дмитрий, конспирологическая версия, вот нас тут с вами упрекают зрители, что вот, вы говорите, путч, у меня убежало это сообщение, путч, мятеж. А почему это не змова Путина и Пригожина? А потому что, объясню, даже не потому, что Пригожин вертолеты с самолетом подбил и уничтожил. Ну, допустим, такая же змова, что он и на это пошел. Ну, вряд ли. Давайте смотреть, выгодополучатели кто. Вот при этом развитии событий. Путин выгодополучатель? Ответ, нет, конечно. Пригожин выгодополучатель? Нет. Один есть выгодополучатель на сегодня, это Лукашенко. И в какой-то степени Украина. Путин от этого ничего не получил, ничего себе стоял обделанный, блеял что-то по телевизору. Ну, что это, выгода? У тебя захватили несколько городов, миллионников, и к Москве приближается уже. Конечно, нет. Я не верю в сговор. Это был путь. А если бы Пригожин не пошел на Москву, ну, не лично, а вот эта колонна, а окопался бы в Ростове, как все шутили, вот у Ростовской народной республики, такой вариант мог быть? Это очень интересный вопрос, на самом деле. Такой вариант мог быть, но это говорит об амбициях Пригожина. Его амбиция была не Ростов, его амбиция была Москва, президентство, власть. Вот что было его амбиции. Ростов, ну, хорошо, первый парень на селе, а в селе две хаты. Ну, окопался он в Ростове, допустим. Сидит в бункере там, ну да. Ну, и то можно стянуть силы, устроить бойню посреди Ростова. Что, не стянули бы? Стянули бы. Кто бы ему дал там сидеть? И время работало против него. Надо стремительно делать такие вещи. Или ты сразу все решаешь, или у тебя нет шансов на успех. Поэтому, конечно, он пошел на Москву и правильно сделал. Это логика. Смешной был комментарий от имени россиян, что все, что мы узнали сегодня, если на нас, не дай бог, нападет НАТО, максимум, что мы сможем, это перекопать асфальт и позвонить Лукашенко. И то, ни то, ни другое не поможет. Скажу заранее. В таких случаях. Мы много раз с вами обсуждали, Дмитрий, есть ли в окружении люди у Путина, которые при договоренности, например, с Западом, могли бы похлопать его по плечу со спины в какой-то непринужденный момент и сказать, Владимир Владимирович, вы арестованы, то есть задержаны. Такие люди наверняка есть, но мы пока не знаем, кто они. Это с одной стороны. С другой стороны, я рассуждаю вслух просто. Вы же видели историческое заседание Совета безопасности Российской Федерации перед нападением на Украину, перед полномасштабным нападением на Украину. Вы же видели эти лица и слышали эти речи, эти голоса. Это же преисподнее. Вы же видели, как себя вели все эти руководители Патрушев, Бортников, Матвиенко. Особенно хорош был Нарышкин. Нарышкин был прекрасен. Что надо? Что я сказал? Как надо? Скажите, как надо. Я всё скажу. Только не ругайте. Это что, политические деятели, это лидеры, это люди, с которыми можно на равных советоваться, разговаривать, спрашивать их мнения. Это вообще кошмар. Рабы. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события. Но если войска, которые состоят в ЧВК «Вагнер», пойдут в Беларусь, западные спецслужбы и наши будут отслеживать, где они будут находиться. То есть, понятное дело, 25 тысяч – это не Горошенко. Лукашенко их не пустит, мне кажется, в Беларусь. Нахрена они ему там? Они же… Это же повышенная опасность, источник опасности. Что такое вагнеровцы? В основе своей зэки, сидевшей за все самые тяжкие преступления. У него спокойная страна. Преступности практически нет. Ему нужно это. Поэтому я сомневаюсь, зачем ему эта банда в Беларуси. Я сомневаюсь, что он пустит их. Пригожина пустит, если Пригожин доедет туда. Ну, я ещё раз хочу сказать. По логике событий Путин должен… Нет, Путин обязан его убить. Пригожин – это предатель. Путина классификация чёткая. Мне об этом говорили многие люди, которые его хорошо знали. У него есть друзья, у него есть враги – три категории. И предатели. С друзьями понятно, какой разговор. С врагами – нормально. Предатели – это всё. Пригожин с ним ел, пил из одной тарелки. Он Пригожина сделал миллиардером. Он его сделал. Кто знал, какой Пригожин? Кто это? Поэтому, конечно, Пригожин его предал. Пригожин его унизил. Публично унизил. Это ещё страшнее, чем предал. То есть даже не так. Мало того, что его предал, он ещё его унизил. И теперь, смотрите, законы паханата, законы лагерной страны, зэковской страны. Если после всего ты его не грохнешь, значит, ты слабый, грош тебе цена. Так с тобой можно ноги вытирать. Ты не сильный. Поэтому за то, что сделал Пригожин по законам жанра, Путин должен его убить. Ну а дальше давайте запасаться попкорном и наблюдать. А что будет с вагнеровцами в таком случае, если их Лукашенко не пустит к себе на территорию? Ну опять-таки есть варианты. Давайте рассматривать. Вариант первый. Вернутся на позиции и будут воевать с Украиной. с украинцами. Вариант второй. Разойдутся по домам. Вариант третий. Пойдут в тюрьмы за мятеж. Вот выбирайте любой вариант. Все годятся. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задать несколько вопросов Дмитрию Гордому. Пожалуйста, прямо сейчас в комментариях пишите их. Я буду зачитывать самые интересные. И вот один из вопросов спрашивает вас. Ваше отношение к Юрию Шевчуку, тот, который ДДТ. И не планировали ли вы сделать с ним интервью? Я его очень люблю, уважаю его. Это часть моей истории, моей жизни. Юра замечательный, честный, чистый человек. Интервью с ним делал. Есть оно в Ютубе. Вы можете его посмотреть. Человек один из символов времени, надежды, так скажем. Которая не сбылось. Надежд, которые не сбылись. И время не сбылось. Так давайте. Мы обычно так не делаем, но раз за эфир можно. Значит, пишет нам зритель. Передайте привет моему дедусью Федеру Шимону. Він ваш фанат. Я вам давно пишу. Шановный панец Федер. Мы вас вітаемо. Вы, дедусь, все прекрасно. Отримаете насолоду від онуків. Живите, какомога, довше. Вот так. Как вы относитесь к... О, господи. Странные вопросы. Так, где Шойгу, спрашивают зрители. Дмитрий, вы знаете, где Шойгу? Думаю, у Герасимова. Отсюда вытекает и второй вывод. Герасимову, у Шойгу. А что они делают вдруг? Кто знает, где Шойгу? Неизвестно. Но его ситуация тоже плачевная, кстати. Его тоже унизили так, что... Как теперь авторитет восстанавливать перед армией? Я не представляю. Вот тоже. Миллиардер долларовый. Человек, который во власти больше Путина, между прочим. В такую халепу влезть. Международный военный преступник, которого ждёт только одно. Или пуля, или трибунал. Но у него выбора третьего. Третьего ему не дано. Путин ещё может соскочить. При наличии разных договорённостей. Да, да, да. Путину есть чем торговать. У Шойгу нечем торговать ему даже. Он соскочить не может. У него выхода нет. Ну, посмотрим. Может, Путин будет торговать с учётом Шойгу. Кто знает.